Всем привет! Мы вечером пойдем в ресторан, и я вот думаю, что же мне надеть, собираюсь. Как бы я уже выбрала, я надену джинсы, эти джинсы от Zara, еще в Алматы и покупала. Надену вот такие ультрамодные, сказать даже что, это сандалии, либо туфельки от Naked. Хочу белую рубашечку тоже от Naked надеть. И вот не знаю, какие аксессуары выбрать. Вот и думаю надеть вот этот рюкзачок, он у меня появился, кстати, совершенно недавно. Этот рюкзак делали вручную, питерский дизайнер из Санкт-Петербурга, России. Кожаный рюкзак, и кожу они красят в любой цвет. Сумка-трансформер. Я сегодня сделала рюкзачок для себя. А можно носить просто на плече, мне очень нравится. Такой вместительный рюкзак, и под видео я оставлю на него тоже ссылочку. Итак, я почти готова, осталось только выбрать помаду. И очень мне нравятся вот эти туфельки от Naked. Сейчас они очень-очень в моде. И рубашечка. Я нашла свой старый хайлайтер от Tom Ford, двойной. И использовала золотой. Я вам сейчас его покажу. Он, конечно, очень крутой. Этот хайлайтер посветлее, такой более дневной вариант. И золотой, вечерний. Он невероятно мерцает и создает эффект влажного лица. Такого мокренького. Посмотрите. Приехали к Юле, они собираются. Просто хочу показать вам, какой у них потрясающий вид из окна. Вообще мы хотели с Юлей как-то снять обзор их дома. Я сниму обязательно, но не сейчас, потому что мы уезжаем. А это у них Алекса. Хай, Алекса. Но они реагируют на мой голос. Вообще, конечно, потрясающий вид. У них трехэтажный Танхаус. И потом мы для вас снимем его, покажем. Но он великолепный, конечно. Супер. Тебе нравится там? Да, пойдет. Классный. Красивый очень. Восхитительный. Да. Вот рояль. О, точно. Юля играет же на рояле. А еще у Клея коллекция вина. Специальные холодильники с разной температурой для хранения. И у него здесь 2000 бутылок вина. Вы можете себе представить? Би-энд-эм. Да, это они. Юля, привет! Все, мы по усынули, и идем домой. Наши мужчины нас затопило. Вот, смотри, все взорвалось тут. И самое ужасное, что на Кавролан потекло. И вот я чвакаю, хожу. Я буду надеяться на высшие силы, чтобы он высох. Он не высохнет. Доброе утро. Я хожу в Кроксах, потому что здесь все чвакает. Притащили пылесос из комплекса. Рабочий. И там мужчина у нас работает. Сейчас трубу чинит. Не буду вам показывать. Короче, сказали почистят ковер. Сейчас придут какие-то Carpet Guys. Приехали специальные люди с огромным пылесосом. Они хотят как-то его высушить. Я даже не знаю, как можно его высушить, потому что он вообще хлюпает. И полностью мокрый. И его вообще, мне кажется, лучше заменить, этот Кавролан. Теперь вот такой страшный пол. И самое смешное, то что к нам сегодня приедут гости, с которыми мы договаривались и планировали встретиться на субботу. Я думаю, это не помеха, да? То, что нет, коврола она. Я уже сказала Оле, Оле. Типа вот так случилось, что у нас труба просто прорвала. И мы хотели их положить просто в нашу спальню, потому что здесь большая кровать. И чтобы им было удобно, Вова ляжет в зале, а я лягу с Сарой в ее комнате. Оля сказала, no problem. Вообще никаких проблем, не парьтесь. Главное, чтобы вам было комфортно. Я застелила им новую постель. Тоже мягкая, красивая, качественная. Здесь такие вот швы. Видите, полоски. Вообще мне очень нравится. И на подушках тоже присутствуют вот такие строчки. Ну, правда, страшная комната. Здесь еще фен стоит, который они нам принесли, чтобы мы сушили ковер. Я вообще была в шоке. Они просто врубили в розетку два вот таких фена и сказали нам, чтобы три дня они без остановки вот так дудели. И сушили якобы ковер. Но вы сами представляете, как они потратят электричество, во-первых. Во-вторых, они дуют холодным воздухом. И я бы не сказала, что что-то бы высохло. Под ковром-то все мокро. И мы решили полностью снять ковер и вынести его. Стиль хай-тек. Ребята, не пугайтесь. Вы будете сегодня спать в стиле хай-тек. У нас сегодня полный дом гостей. Дискотека. Класс. Привет. Привет, привет. Мы сегодня приехали в Интернешнл Плаза. Это огромный торговый центр. Здесь есть детская комната. И здесь вообще много всего интересного. У меня просто разбегаются глаза. Я хочу вступить в СОО. Мы сейчас пойдем в Чизкейк Фэктори и будем кушать чизкейк. Тут нам посоветовали зайти. Говорят, что очень-очень вкусно. Мы решили присесть около магазина Майкл Корс. Огромный магазин. И сразу видна новая коллекция в бирюзовых, голубых цветах сумки. Пойду поближе, подойду. Смотрите новые сумки Майкл Корс. Короче, мы за сумку Майкл Корс и такие тут сумки. Мне вот эта беленькая нравится. А мне такие кошки нравится. Да. Буксы. Я до сих пор стесняюсь заходить и снимать в бутиках. В наглую. Со стороны платья. Смотрите, какие красивые. Мне вот эта нравится. Платье. Там у нас соседей. А самое интересное, что магазин для беременных. И здесь такие модные вещи для беременных. Посмотрите. Стильненькие. Там еще вот платьица мне понравилась. Полностью магазин с одеждой для беременных. Какой кайф. Пройдем мимо. Я стесняюсь. Простите. Зашли с Сарой в Альдо. И здесь такие красивые сумочки. Вот еще и рюкзаки. Да. И рюкзаки, и сумки. Просто загляденье. По 50 долларов. Ну, есть подороже немножко. Но вообще как бы 50, 60, 70 долларов. Есть вообще крутецкие модели такие. Пойдем. 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 100 долларов. 110 долларов. Понравились мне. А, целый магазин Берри Минералс. А, я сюда приду как-нибудь. Мне нельзя заходить, Сара. Целый магазин отдельно стоящий. Нет, только не это. Нет, Сара, мы туда не пойдем. Я там недавно была и скупила очень много всего. А вон он вдалеке, Нордстром. Представляете, буквально несколько лет назад я заказывала с этого сайта в Казахстан сумки, косметику. А теперь я здесь, в Америке. В самом магазине. Это так здорово. Мама, откажи что-то. Теперь я пошла в подарок. Класс. Как я люблю крупные серьги. Красивые какие. Сейчас очень модно. Крупные серьги. Вот такие на витрине висят. 24 бакса. Кошмар. А дуй на эти перья вот на серьги. Вот снизу. Ух, какие красивые. Вот в пайетках полностью. Прикольные. Можно менять цвета. Такие прикольные. Или нельзя. Можем менять цвета. Нет. Надо. Такие клатчи, сумки сейчас в моде. Соломенные. Мама. А. А вот, посмотрите, какая сумка. Это вообще писк моды. Писк. 68 долларов стоит. Кстати, вообще недорогая шляпка. 25 долларов стоит. Что там, очки? Мне нравятся вот эти. Дешевенькие очочки. Мне? От которых кружится голова. Нормально. Что, чувствуешь себя заменитизирующей? Чувствуешь себя звездой? Да. Ну, как бы звездой. Ой, мне нравится эта идея. Посмотрите, какое клевое сочетание. Белые брючки и коричневый бюст. Или топ. Очень женственно. Да, здесь с магазинов, когда выходишь, на втором этаже есть территория, фудкорт. Здесь ресторанчики. Фабрика чизкейка. Нам многие советовали сюда прийти. Это вкусно. Попробуем. Так, мы решили попробовать классический чизкейк, чтобы без добавок. Я люблю вообще классика, чистобек. Фабрика не очень, кисленькая. Кисленькая? Ну, если честно, я бы не сказала, что что-то особенное в этом чизкейке. В Балмате такие же есть чизкейки. Не знаю, по вкусу такие же свежие, вкусные. Он свежий, да. Такой же сладенький, такой же на вкус. Может быть, надо было заказать какой-то начинкой, но я не люблю ни шоколадные, ни какие-либо еще. Я люблю просто классические чизкейки, но на вкус он точно такой же, как в Алматы. Всем привет! Сегодня в Америке день Святого Патрика. Зеленый аксессуар, в общем, все зеленое. Даже реку сегодня красили в зеленый цвет в центре города. Представляете? Это так прикольно, но я пропустила этот момент. И я не знала, что надеть зеленого, потому что мы встречаемся с Юлей снова и с ее супругом Клейм в Санкт-Петербург. Едем я быстро в шкаф. Я не знаю, что зеленое у меня есть. Я нашла Парео свою. Но мне показалось, что это выглядит довольно-таки прикольно. Я до последнего сомневалась, что оно будет классно смотреться, но оказалось вообще супер. Кожаные лосины, потом вот эта сумочка, пояс. Вообще идеально дополнила образ. И вот Парео мою пляжное. Я буду сегодня зеленые каблуки надену. В общем, сегодня все гуляют, пьют много алкоголя, пива. И вообще такой более ирландский, мне кажется, праздник. В общем, я буду снимать для вас видео. Мы приехали, и вот так отмечают американцы День Святого Патрика. В общем, все пьют пиво, да? Зеленое. Смотрите, зеленое пиво. Вова, покажи свое пиво зеленое. Зеленое. Все зеленые, да. Сегодня дресс-код у всех. О, май гад. Вова тоже. Как называется это место? Юля. Савич. Савич. Hello. It's my new friend. Юля познакомилась здесь со своим супругом. Да, 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 да. Вот это вот эти истории, что ты тоже слышишь. О, так романтично. Мы сейчас находимся в баре, и здесь по телевизору показывают баскетбол. Нам сказали, что оказывается в Америке каждый год принимают участие 64 команды. Именно колледжи американские соревнуются. Это не профессиональный баскетбол. Это только студенты, это колледж, и они соревнуются. 64 колледжа, представляется, 20 дней без остановки. И это очень значимое событие для Америки. Вот реклама началась. Ну, вообще как бы... Круто. Круто, да, и молодцы. Да. Из бара в бар тут такая традиция. Нужно пить зеленое пиво. Видите зеленое? Anywhere. Коба! Коба, короче, решил подкатиться на Брэппель. О, май гад. Коба, подкатиться. Коба, подкатиться на Брэппель, подкатиться на Брэппель. Коба, подкатиться на Брэппель. На секундочку, чтобы вы понимали, это туалет в ночном клубе. Ополаскиватель для рта, освежитель, зубная щетка, конфетки мятные, Виктория Сыгретт, таблетки, шпильки, резинки, расческа. Я в шоке. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, всем привет. Что касается ковра, то нам его высушили за 4, даже 5 дней. И нам кажется до сих пор, что влага какая-то присутствует, испаряется. Потому что когда окна закрыты, то ночью, то прям запотевают очень сильно до утра. Но как бы запаха ничего нет такого. Ковер, в принципе, сухой. Нам его почистили, помыли. Мы его сами высушили на улице. Потому что если бы он с этим феном здесь сушился, то это было бы бесконечно. И, в общем, все теперь на своих местах. Я показывала уже, что нашла в Америке кефир. Он выглядит так. Написано почему-то, что это баттермилк. Не знаю почему, но на вкус точно такой же кефир, как у нас. Вкусненький, хорошенький такой, густой. В общем, 4% кефир. Вот сметана здесь тоже есть. Она выглядит вот так. Написано Sur Cream. И на вкус очень вкусная. В этой сметане 9% жирности. В принципе, не так уж и много. Можно сказать, вчера мы приготовили огромную кастрюлю окрошки. Тоже нашли все ингредиенты. Получилась такая же, как в Казахстане. Очень вкусно. У нас Сарочка ложится спать. Сейчас мы включим ей проектор, который я вам уже показывала в своем видео. Вот такой классный проектор. И мы почти каждый день им пользуемся. Честно, я в полном восторге. И даже перед сном я включаю Саре колыбельную. Я не знала, что проектор может работать еще от зарядного устройства. Мы забыли его зарядить. И он, в общем, был разряжен. Но я включила, он немножко постоял. Потом включила, и он, оказывается, может работать. Утро детки еще заряжаться. И плюс показывать вам. Вот, посмотрите. Я сейчас выключу свет, и будет намного ярче. Я выключила свет. Вот так сейчас покажу, как на потолке оно смотрится. Сара слушает сказки и ложится спать. Скажи спокойной ночи всем. Пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я ссылочку еще раз оставлю на проектор под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.